Всем привет, я Катя, и сегодня я хочу с вами поделиться своими покупками из FixPrice. И также хорошая новость, у FixPrice вышла новая коллекция, посвященная 14 февраля. И спойлер, я кое-что приобрела из этой коллекции, но это мы оставим на сладенькое, поэтому смотреть видео до конца, в конце покажу, что я приобрела из новой коллекции. Ну, конечно же, сейчас FixPrice уже давно не FixPrice, и цены там совершенно разные. На новую коллекцию они также совершенно разные, но мне кажется, что новая коллекция довольно интересная. Если вы еще не знаете, что это за новая коллекция к 14 февраля, то я специально для вас сняла видео полочки из FixPrice с новой коллекцией. Если вы еще не видели это видео, то оставлю ссылочку в описании под этим видео. Итак, вот мой пакет из FixPrice, и я сразу скажу, здесь не все, потому что кое-что лежит возле меня. Все в пакет не вошло. И давайте мы начнем с таких прозаичных вещей, а именно вещи, которые нужны на каждый день, для дома, что в FixPrice есть подешевле. И первое, что я взяла, это, естественно, пакеты для продуктов. Они стоят в FixPrice всего 55 рублей, мне кажется, нужная вещь. И они хорошего размера, здесь 100 штук, 26 на 40 сантиметров. Пакеты для продуктов написано. Я всегда беру пакеты именно в FixPrice, потому что, ну, мне кажется, это как-то более выгодно. И даже если вы в других магазинах можете найти пакеты дешевле, они, как правило, блин, меньше размером, и это уже нехорошо, потому что многие продукты просто у них не влазят. Следующее, что я взяла из такого бытового, это тряпочки для мытья, салфетки, точнее, целлюлозные. Здесь 5 штук, и они стоили 55 рублей. Но хочу сказать, что есть салфетки вот такие же, намного дороже. Ну, может быть, не намного, но во всяком случае дороже, чем эти, и в наборе там всего 3 штуки. Ну, цена у них, знаете, примерно 80-90 рублей, бывают даже дороже. Чем они отличаются от FixPrice-овских? Тем, что те салфетки, они толще. Да, их 3 в наборе, но они гораздо толще, и, соответственно, они как-то дольше на вас работают. Они более долго сохраняют себя в нормальном состоянии. Но в любом случае у меня не было выбора, у меня просто закончились салфетки, куда-то еще заезжать мне не захотелось. И поэтому я взяла FixPrice, они у меня уже были просто, и да, они недолговечные. Но, в принципе, за 55 рублей 5 штук, да, абсолютно нормально пойдет. Еще в FixPrice взяла мыло Duru, оно стоило 77 рублей, я взяла классическое. Здесь 4 кусочка по 85 грамм. И мне кажется, что это намного бюджетнее, чем покупать отдельно мыло. Я всегда беру такими наборчиками. Взяла салфетки Плюш. Это обычные бумажные салфетки, двуслойные, 180 штук их здесь. А так для себя, для быта, почему нет на стол поставить вот такую упаковку, и пускай она стоит. Тем более, что упаковка довольно симпатичная, она такая с зимним дизайном. Здесь такие снегири, снежинки. Ну, очень милая упаковка. Давайте посмотрим на качество самих салфеток. Здесь вот написано, что нужно вот эту штуку разорвать. В принципе, все как обычно, вы все-все знаете. Ну, салфетки такие мягкие, приятные. Ничего плохого в них нет. Обычные салфетки, как и в других магазинах. И я часто беру в фикс-прайсе рис и гречу, потому что там нормальные на них цены. Если в магазинах вы зайдете, смотрите, там греча 100 с лишним рублей, рис такой же. И ты такой думаешь, что вообще, откуда такие цены. А в фикс-прайсе заходишь, они там по 55 рублей. Почему сразу же не взять? Я взяла вот такой рис Увелка. Это обычный круглоозерный рис. Мне он абсолютно нравится. Ничего против него не имею. Гречу тоже там беру. Увелка хорошая фирма. Раньше я ее брала и в других магазинах, когда она была дешевле. Сейчас они какие-то вообще космоцены загнули. Почему это происходит, я не знаю. Вообще, я реально заметила, что очень часто продукты в фикс-прайсе, такие же продукты, как и в других магазинах, вы их можете найти. То есть Увелка, она же не только в фикс-прайсе продается, она повсюду. Но вот именно в фикс-прайсе она по хорошей цене. Вот я не знаю, как это все работает. Вот такое ценообразование этого магазина. Но это однозначно лайк, рис за 55 рублей. Супер. Также я взяла еще и чай. Это липтон, согревающая малина. Черный чай со вкусом малины. Я его брала уже, я брала такой же чай с вишней. Нормальные чаи, в принципе. Но я что-то в последнее время беру просто липтон. Потому что я особо чая не люблю, а в основном пью кофе. Так, если захочется вечерочком чаечку, то я просто вот так чуть-чуть помакаю в этом пакете и сразу же его выкидываю, поэтому смысл переплачивать. А в фикс-прайсе он стоит 27,50. Прекрасная цена, нормальный чай. Беру его неоднократно. И если вы тоже особо не заморачиваетесь по чаю, особо по нему не претесь, то пойдет отличный чай. И еще одна моя самая любимая покупка вкусняшка из фикс-прайс. Когда я хожу в фикс-прайс, постоянно ее беру. Это вот такая штука, солнечный завтрак, мультизерновое. Но я вам сразу скажу, все, кто ко мне приходил и хоть раз пробовали эти печенья, говорили, что оно полное, короче, полное днище. Вот. Но я по ним тащусь просто невероятно. Как? Ну, у меня вообще странный вкус. Ну, типа, знаете, я, например, люблю макать в KFC картошку фри в шоколадный фондан. Я от этого тащусь, и поэтому на мои вкусы, может быть, даже не особо нужно полагаться. Но мне эти печеньки безумно нравятся. Они, знаете, такие, как галеты с различными семенами. Здесь и подсолнечник, и семена льна, и кунжут. И все вместе оно такое интересненькое. Оно совершенно нейтральное, не соленое, не сладкое. И вот с чаем иногда вечером заточить. Видите, я прям люблю такие вещи, реально. Тут еще, кстати, написано, что есть какие-то другие вкусы, типа печенье пикантное, и со вкусом топленого молока, и со вкусом шоколада. Но в фикс-прайсе я таких не видела. Я видела только одни вот эти вот. Они стоят 55 рублей. Повторюсь, беру их не первый раз, от них абсолютно тащусь. Но другие говорят, что они невкусные. Следующее мое вкуснотища – это чипсоны. И нет, это не какой-то сленг, это реально название. Это чипсоны. Это чипсы, похожие они на... Блин, вы прикиньте, я забыла. Я забыла название чипсов оригинала, на которые это закос. А не могу вспомнить их. Короче, найду фотографию, вставлю в видео, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот это закос на эти чипсы. Но в отличие от оригинальных, они гораздо дешевле. Оригинальные стоят где-то рублей 50. В некоторых магазинах есть еще дороже. То вот эти стоят всего, сейчас я по чеку уточню, 17. Всего 17 рублей со вкусом краба. Но сразу хочу сказать, что это, конечно, хоть и закос, но вкус здесь не один в один абсолютно. Выглядят они как крабики. Да, пачка открыта, потому что я вам уже снимала под съем, чтобы показать эту пачку ближе. И открыла их, чтобы вам тоже показать поближе крабика, как они выглядят. Вот такие вот милые крабики. Они по цвету даже другие, отличаются от оригинала, по вкусу отличаются от оригинала, но они вкуснее. Для меня они реально вкуснее. То есть, они более насыщены по вкусу, они как-то соленее, они более ярче во вкусе. Оригинальные они какие-то более такие нейтральные. Короче, мне кажется, что этот закос даже вкуснее оригинала. Следующее, что я взяла в фикс прайсе, и которое продается не только в фикс прайсе, это вот такая пепси вкус манго. И, по-моему, это новинка. Потому что я, по крайней мере, не видела вкус манго пепси ни в других магазинах, ни в фикс прайсе раньше. Но я могу ошибаться, потому что вообще такие вещи особо не отслеживаю. Я не люблю газированные напитки, но иногда хочется попробовать что-нибудь такого интересненького. Короче, я его ни разу не пробовала, но я его взяла, потому что в фикс прайсе он стоил всего 27.50. Перелью ее в стаканчик. Чувствуется стандартный вкус пепси плюс какой-то ароматизатор, но какой конкретно, непонятно. То есть, во вкусе вы понимаете, что это не классическое пепси, но, блин, ну что там, что это за ароматизатор, я не знаю, я бы не догадалась. Так вот, если я знаю, что это манго, могу сказать, ну да, есть манго. А вот если не знать, а вот абстрагироваться абсолютно от всех вкусов, вы не поймете, что это за вкус. Но это вкусно. Если вы не пробовали, то возьмите, попробуйте. Фикс прайс это еще и дешевле и, не знаю, мне понравилось, вкусненько. Чипсончики с пепси. Это просто божественно. Просто все, перерыв. И, наконец-то, мы переходим к новинкам. На самом деле, у меня не так уж много покупок, вот из таких прям новинок-новинок, но потому что мне не все нужно было, что там есть из новинок и как бы так просто покупать вещи, за это отдавать деньги, а потом эту вещь выкидывать за ненадобностью, ну как-то глупо. Поэтому я для вас специально сняла отдельный ролик, где показала всю коллекцию, которая есть в фикс прайсе, ну или в конкретном фикс прайсе в наличии, что есть. Вот. И купила для себя только то, что мне нужно. А конкретно, это вот такие кайфучие наклейки. Они объемные некоторые из них, и они прозрачные, да, они на прозрачном фоне. Они такие милые. Я не могу сказать, что я прям веду какой-то ежедневник или еще что-то, но в последнее время я составляю список видео, которые мне нужно снять, которые я хочу снять, которые я должна смонтировать и так далее. И, в принципе, можно эти листочки, где я сделала свои записи, как-то немножечко апгрейдить вот такими вот наклейками. Ну или если вы собираетесь дарить подарок своему любимому человеку или, может быть, даже другу, подруге, да неважно кому, этими наклейками можно украсить упаковку подарочную или там еще что-нибудь. Или этими наклейками можно прилепить к подарку какое-нибудь послание, открытку. Ну, короче, очень много различных идей, как можно их использовать. И я думаю, что они мне точно пригодятся. По цене сейчас скажу. Они стоили 51 рубль. И также я уже начинаю продумывать, что я могу подарить своим коллегам на 8 марта, потому что время, оно вот так вот быстро бежит. Вроде вот только был Новый год, а уже, блин, начало февраля скоро будет, а там уже и март не за горами. Да это просто капец. Мне понравились безумно вот такие вот шкатулки. Это шкатулки для украшений. Я так понимаю, это тоже из их новой коллекции к Дню Святого Валентина. Я взяла две даже на самом деле такие шкатулки. Я думаю, что я их использую как часть подарка на 8 марта. Именно для этой цели я их и взяла. Я взяла бежевые, просто с разными надписями. Там была еще розовая. Я бы ее тоже взяла, потому что она была, ну прям, мне кажется, она была самая лучшая из всех. Но она была с небольшим браком. У нее под крышечкой был небольшой скол. Ну, конечно, его не так можно было сразу увидеть. Он прям не совсем явный. Но все равно он там есть. Дарить немного бракованную вещь, ну как-то не очень красиво. Еще из минусов этих баночек, вот я их уже взяла, домой принесла. В принципе, у них все нормально, но покоцаны немножко крышки. То есть, они покрыты каким-то то ли пластиком, то ли чем, вот это вот само место блестящее. И оно очень хорошо корябается. Это прям огромный минус. И плюс на них остаются отпечатки. То есть, вот я взялась, и вот уже все в отпечатках. Это минус этих баночек. А в целом, вот если все-таки протереть, да, где-то на полку так поставить, туда сложить украшения, то они со стороны выглядят просто невероятно красиво. Мне прям они очень понравились. И они стоили одна штучка 149 рублей. Ну, за 150 рублей, ну, собственно, да, какое мы качество хотим за 150 рублей. В настоящее время, если вы хотите качественную вещь, вам нужно отдать что-то типа, ну, хотя бы рублей 500. Скоро у моей коллеги на работе день рождения я хочу преподнести игрушку. Она любит всякие такие вот милашности. И это как часть подарка. То есть, конечно, это не полноценный подарок, как вот такая приятная плюшечка. Это вот такое сердце. Это игрушка, это подушка. Она реально большая. Вот смотрите, она меня полностью перекрыла. Классная такая, милая. Здесь у нее такое милое личико, закрытые глазки, улыбочка, щечки. А наоборот, крылышки. Я как увидела, что у этих сердечек есть крылышки. Я сразу же ее взяла, стоила она 199 рублей. И это просто кайф. Я ее обожаю. Она такая мягкая, она такая приятная. Была еще такая розовая подушечка с типа пронзенным сердцем. То есть, тоже такая была моська милая. Но здесь была вот так вот стрела. Но единственный минус этих подушек, они в фикс прайсе просто валяются на стеллаже и все. То есть, они без упаковок, они без каких-то там пешочков. Просто вот так вот лежат и все. Поэтому многие из них были уже грязными. То есть, вот если крылышки посмотреть, то они были грязные. Я взяла вроде более-менее чистую подушку. Но даже не более-менее, она чистая. Да, серьезно. Я ее очень долго выбирала, чтобы найти прям максимально чистенькую, максимально ровненькую. И вот я ее нашла. Офигенная подушка. Я даже думаю, почему я не взяла себе такую. Ну вот, и на кассе мне пришлось попросить что-нибудь, во что мне ее завернуть, чтобы я могла ее довезти до дома, не замарав. И мне в фикс прайсе дали вот такой вот порванный бракованный пакет, за что я им очень благодарна, потому что я ее просто обернула в этот пакет. И все было хорошо. Я ее довезла до дома. Короче, кайфучая покупка. Вообще просто кайф. Мне так эта коллекция понравилась. Там реально, если вы любите что-то такое вот милое, и вам оно реально нужно, то есть вы этим пользуетесь, оно вам прям необходимо, то сейчас стоит сидеть в фикс прайсе. Пока там есть разнообразие всего, это приобрести. Потому что, как показывает практика с Новым Годом, чуть-чуть вы затянете, приедете, а уже... А уже... А все, да. Вот и все мои покупки из фикс прайс. Надеюсь, это видео подняло вам настроение хоть на чуть-чуть, и вы вдохновились, чтобы сходить в фикс прайс и порадовать себя какой-то приятной мелочью. Всего вам самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.